Спасибо. Старая бумага еще может послужить. Именно поэтому активисты Щелковского клуба «Ровесник» нашли время принять от жителей старые книги, журналы, газеты, тетради. Несколько часов – пункт сбора работы в Щелковском парке. Я уже второй год подряд на каждой акции, два раза в год она здесь проводится. Люди уже начинают потихоньку подходить. Наталья Федорович занимается направлением экологии в Щелковском клубе «Ровесник» второй год. Все это время помогает городу организовать сбор отслужившей бумаги. Экологическая компания «Сдай макулатуру. Спаси дерево» для Щелковцев привычное явление. Инициатором выступила Общественная палата Московской области. Идею поддержали Региональное министерство экологии и Всероссийский природоохранный проект «Экобокс». Люди узнают об акции через соцсети и на работе от своих руководителей. Что сегодня сдают макулатуру? Это уже прочитанные газеты и журналы, картонные коробки, упаковка. Она, кстати, должна быть из бумаги. А как отличить, какую бумагу можно сдать или нет? Для этого достаточно совершить надрез. Если мы видим белый слой, эту бумагу можно сдавать. Если ее просто выбрасываете, этот материал будет сгниет, а так на благо пойдет. Желательно отсортировать отдельно книги, отдельно бумагу, отдельно журналы какие-то, потому что это все-таки разный тип макулатуры. И желательно ее приносить не в пакетах, а либо связанную, либо в коробках. Стопка макулатуры весом в 100 килограммов равноценно одному спасенному дереву, почитали переработчики древесины. Очередная акция состоится 7 ноября в 12 часов по двум адресам. Первый советский переулок, дом 25 и улица Шмидта, дом 5. На этот раз можно будет сдать не только макулатуру и картон, но также пластик, жесть, алюминий и стекло. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.